Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Морзад Вишенбекова. Сел за руль в нетрезвом состоянии и лишил жизни двух женщин и семилетнего мальчика. Экспертиза показала, что водитель, который вчера в селе Караджигач наехал на людей, был пьян. По сообщению Главного управления патрульной милиции МВД, ДТП случилось накануне, примерно в 4 дня. Мужчина за рулем Toyota Camry совершил наезд на пятерых человек. На месте погибла 45-летняя женщина. Позже в реанимации скончались 7-летний ребенок и 30-летняя женщина. Сейчас в больнице находятся трое пострадавших. Один из них как раз водитель, совершивший смертельный автонаезд. Расследование продолжается. Водитель на своей автомашине Toyota Camry, двигаясь в сторону Караджигач, не справился с управлением, совершил наезд на 5 человек, которые стояли на обочине дороги. По данным дорожного транспорта происшествия, все необходимые экспертизы назначены, ведется в следственном месте. Продолжаются следственные мероприятия и по факту автоаварии в Джунгальском районе, которая унесла жизни четырех граждан. По данным патрульной милиции, ДТП произошло на 234-м километре автодороги Балакчи-Казарман, недалеко от села Урнок. Предварительно известно, что автомашина Audi 100, в салоне которой находились пять человек, не вписалась в повороты и слетела с обрыва. В результате на месте происшествия погибли трое мужчин и одна женщина. Один пассажир доставлен в Джунгальскую районную больницу. Провести массовую проверку автошкол, а обязанности по выдаче прав передать в МВД. С такой инициативой выступают депутаты Джугар-Кукинеша. По мнению парламентариев, сегодня качество подготовки водителей оставляет желать лучшего. В самих учебных заведениях считают, что в вопросе аварийности депутаты и чиновники просто пытаются переложить все с больной головы на здоровую. По данным Ассоциации автошкол, количество ДТП с участием новичков не превышает 1%. Для борьбы с нарушителями нужны другие методы. Подробности в нашем следующем сюжете. Обвинять автошколу в росте количества ДТП абсурдно. Так, педагоги этих учебных заведений ответили на попытки парламентариев и чиновников перевожить на них ответственность за увеличение количества смертельных аварий. Члены Ассоциации автолюбителей говорят, данные статистики указывают на то, что граждане, недавно получившие права, гораздо более ответственно относятся к вождению, чем опытные автовладельцы. У всех на слуху ДТП, которое случилось в селе Чуйском, когда водитель пьяный трех женщин и ребенка под его колесами погибли. Как можно сказать, что человек со стажем более 20 лет сел в нетрезвом состоянии за руль, превысил скоростной режим в населенном пункте? И что из-за этого ДТП несет ответственность автошкола или ДПС, УПМ или же ДРТС? Этот человек сам принял решение нетрезвым сесть за руль. Правильно? То есть полностью вина на нем. Вопрос в том, что как с этим бороться, это уже, конечно, другой вопрос. Это, конечно, безнаказанность наших водителей. Сейчас в рамках мер по снижению аварийности на дорогах в автошколах республики проводятся многочисленные проверки. Пока нарушений они не выявили. Не обнаружены факты продажи водительских прав и в системе ГРС. Чиновники уверяют, что в рамках стратегии, утвержденной Советом обороны, сейчас проводится серьезная работа по устранению коррупционных схем. Проблемы были несколько лет назад, когда получить доступ к экзаменам можно было после самоподготовки. Сейчас эта норма уже упразднена. Мы работаем над искоренением коррупции уже два года. С Советом обороны составлен план мероприятий по демонтажу системной коррупции в департаменте. И мы по этому плану работали. Исполнили его на 75%, искоренили коррупционные схемы, установили автоматизированную информационную систему. Мы можем сказать, что в департаменте коррупции нет. И мы выдаем права только по закону. Однако парламентарии говорят, что чиновники улукавят, заявляя, что коррупции в их ведомстве нет. Да и утверждать, что все автошколы работают согласно учебным планам и не нарушают закон, тоже нельзя, уверены законодатели. В этой связи депутаты намерены потребовать от профильных ведомств отчета о проверках. Наилучший выход из этой ситуации, по мнению законодателей, это передача функций по выдаче прав обратно в МВД. В самом деле, в последние годы у нас контроль почти не стал. Контроль за школами, которые готовят водителей. Есть фирмы, которые только кабинет имеют и печать. И подготовку, и экзамен, и за дорогой, если будет все следить за МВД, мне кажется, спрос. Спрашивать с одного человека, с одного ведомства было бы лучше. Было хорошее время, в советское время было такое вот, талоны были. Там отмечали, нарушил один раз правила, второй, третий раз, потом права отбирали. Может, надо вернуться этому, чтобы знать, потому что штраф оплачивает, все, человек нарушил правила, оплатил штраф и ушел. А тут четко видно было, человек сколько раз нарушил правила. Может, вернуться надо этому. Заняться всерьез депутаты обещают и нарушителями. Сейчас в парламенте рассматривается законопроект, предусматривающий пожизненное лишение прав за серьезные правонарушения. Кроме того, документом предусмотрены и другие усиленные рычаги воздействия. Игорь Потанин, Бакытко Шалиев, НТС. Искусственные препятствия на границе подрывают дух братства и сотрудничества между странами. На ситуации на кыргызско-казахской границе представитель нашей страны ООН Миргуль Молдейсаева рассказала в Нью-Йорке, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Во время обсуждения пакета резолюций, касающихся экономических, экологических и финансовых вопросов, как отмечает МИД Кыргызстана, наш представитель сообщила о применении соседней страной экономической и транспортной блокады с целью нанесения экономического ущерба и подрыва инвестиционной и туристической привлекательности Кыргызстана. Напомним, Казахстан с 10 октября в одностороннем порядке ужесточил контроль на границе с нашей страной. В связи с чем на пунктах пропуска многокилометровые заторы из большегрузных машин. По информации Госпогранслужбы, если перед КПП «Акцелек» сегодня наблюдается скопление около 400 фур, то перед Чонкапка стоят более 180 грузовых машин. Топливо подорожает, об этом предупреждают отечественные нефтетрейдеры. Как сообщает новостное агентство «Спутник» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации нефтетрейдеров Улана Кулова, рост цен на горючее ожидается из-за того, что российские нефтеперерабатывающие заводы подняли отпускные цены на 10-12%. Соответственно, это скажется и на розничной стоимости ГСМ в Кыргызстане. Насколько именно подорожает бензин, пока сказать сложно. А вот, что касается дизельного топлива, есть прогнозы, что его стоимость станет дороже на 2 сома. Дело в том, что, по словам Кулова, Россия сейчас уже не отпускает в Кыргызстан беспошлиное дистопливо, мотивируя это тем, что наши нефтетрейдеры превысили лимит льготных поставок. В Бишкеке, впрочем, так не считают, уверяя, что импорт дистоплива еще не достиг этой отметки. Первый вице-премьер избавился от приставки «первый». Толкунбек Абдегулова понижают в должности. И сегодня этот вопрос рассмотрели депутаты Комитета по конституционному законодательству и госустройству. Представить своего подопечного на новый пост пришел его непосредственный начальник, премьер-министр Саппар Исаков. Интересоваться причиной такой рокировки депутаты, как это неудивительно, не стали вопросов, не задавали и единогласно поддержали перевод Абдегулова на пост заместителя премьера по вопросам экономики. Кто же займет образовавшуюся вакансию первого вице-премьера, Саппар Исаков не ответил, сказав, что по этому поводу идут консультации. Команда заместителей главы Кабмина до сих пор не укомплектована. После трагической гибели вице-премьер-министра Семира Джумакадырова на его место был назначен работавший на должности полпреда правительства в Таласской области Дайр Кенекеев. На прошлой неделе с должности сняли другого вице-премьера Душенбека Зилалиева. А сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству и госустройству депутатам предложили решить судьбу нынешнего первого вице-премьера Толкунбека Абдегулова. Бывшего председателя Натбанка немного понизили в должности. Представить его перевод с первого вице на просто вице пришел лично премьер-министр Саппар Исаков. Я представляю вам кандидатуру Толкунбека Сагенбековича на должность вице-премьера. Вы его хорошо знаете. Прошу поддержать его назначение. Вопросов, как ни странно, у депутатов не возникло. К примеру, за что понижение или кто займет его место, лишь Исхак Масалиев вызвался кое-что уточнить. А вице-премьером, курирующим какую область, будет теперь Абдегулов? Экономика. Вопросы экономики. Это все, что ответил премьер. И коротко добавил, что Абдегулов ведь экономист. Узнать, к чему такие перестановки и кого прочат на место первого вице-премьера, так и не удалось. Хотя в СМИ уже появилась информация о рассмотрении на эту должность Аскарбека Шадиева, депутата от фракции Бирбол и нынешнего председателя парламентского комитета по международным делам обороны и безопасности. Но Сапар Исаков, стремительно покидая зал заседания, проливает свет на планы по назначению своего первого заместителя, пока не стал. Толкунбек Абдегулов, как он признался сам, не против понижения. Впрочем, на вопрос, из-за чего или кого такие перестановки, он лишь пожал плечами и добавил. Такое решение. А после запрыгнул в лифт. Что касается Душенбека Зилалиева, то ему, по словам Сапара Исакова, вскоре предложат должность, какую не договорил. Отметим, что место как премьера, так и первого вице-премьера с первого декабря будет иметь особенные привилегии. Оно будет интересным для депутатов, ведь, согласно последним изменениям в Конституцию, уже с первого декабря депутат, занявший этот пост, сохранит свой мандат. И в случае сложения своих полномочий как чиновника, снова сможет вернуться в Дюгурку-Кенеш. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова